Здравствуйте! С вами снова я, Елена Мельник, и моя передача «Вперёд в прошлое». И сегодня мы поговорим о секретах красоты Клеопатры, о неувядающей молодости королевы Елизаветы Польской, а также узнаем, что такое маска чумного доктора и что такое помандер, потому что сегодня у меня в гостях участница моего танцевального коллектива, а в обычной жизни рефлексолог и ароматерапевт Светлана Плештива! Здравствуй, моя дорогая! Здравствуй, дорогая! Ну вот, подожди, прежде чем ты нам начнёшь открывать секреты, средневековые секреты красоты, расскажи, вот, ну традиционно просто мы так всегда программу начинаем, расскажи, кто ты, что ты, откуда ты приехала, сколько лет ты в Израиле, ну так, об обычной своей жизни расскажи. Добрый вечер, меня зовут Светлана Плештеева, я 20 лет живу в Израиле. Это уже срок. Да, это на самом деле срок. Приехала из города Самарканда, со Средней Азии, замужем, взрослый сын, надеюсь, скоро буду бабушкой. Да, 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 мы ждём, мы ждём, очень ждём. Я профессиональный рефлексолог, ароматерапевт, работаю в аптеке, консультант по пищевым добавкам. У меня частная клиника в Тель-Авиве домашняя, отдела массажа, ароматерапию, рефлексологию, массаж гуаша. Что за массаж? Массаж гуаша. Это массаж... Кратенько, да? Это массаж специальными такими пластинами из рога буйвола. Как интересно. Да, и есть ещё нефритовые пластинки, но это будет, наверное, другая передача, потому что... Это будет другая передача, потому что, в общем-то, сегодня мы с тобой решили поговорить о Средневековье. И вот расскажи немножко о том, как ты вообще стала интересоваться вот этими всякими средневековыми секретами красоты. Я вот знаю, что ты в Вингете училась, поскольку я сама там училась, да. И у нас был очень там интересный семинар вот по всяким вот древним технологиям и вот по использованию древних масел. И мне кажется, ты вот... оттуда пошло твое увлечение или это ещё раньше было? Смотри, ну, когда я приехала в Израиль, я, как все, пошла учить... в Ульпан учить иврит и работать. А работать я пошла на фабрику, которая делала сэндвичи для Иляля. Так. И стоит сказать, что я приехала, у меня был вес 65 килограмм, как бы замечательный вес, маме метр семьдесят пять, как бы это было идеально. Идеально, да. Да, и через полтора года я обнаружила, что я вешу восемьдесят. На сэндвичах отъелась? На сэндвичах я замечательная, это мне было очень комфортно, трёхразовое питание на сэндвичах, и я поняла, что нужно с этим что-то делать. Так. А тогда ещё это было 2008 год, это было. И тогда ещё были газеты, и объявления печатали в газетах. Я увидела объявление, что курс по питанию, по пищевым добавкам, я пошла учиться. Это курс Юлия Резникова проводила. Как бы я стала погружаться вот именно в мир питания, пищевых добавок оттуда. Сначала был курс большой, причём больше года мы учились, в Михаиле Литлевинске я ездила. Пищевые добавки, питание, подбор индивидуального питания. Потом подключилась ароматерапия сначала начальная база. Потом рефлексология семейная, это всё параллельно шло, всё это обучение шло параллельно. Потом, значит, подключилась уже большая рефлексология. Потом в Вингейт пошёл, потому что там намного больше информации давали, что касается именно ароматерапии. И всё, я стала практиковать всё это дело. Ну, подожди, а вот твой интерес к библейским, ты вот мне рассказывала, что там в библейских текстах упоминается о том, о сём. Вот как-то давай ближе вот туда. Потому что мне стало интересно. Когда я стала работать именно с маслами и с людьми, я заинтересовалась, каким образом масла влияет на наш организм. Я стала это изучать. Интернет, книги, откуда пошли эти масла. Ну вот расскажи нам, как это вообще в свете истории, как оно вообще возникало всё, как ухаживали тогда люди за собой. Ну смотри, антропологи говорят, что самое первое упоминание о маслах, это было уже в первобытном строе, когда люди только-только стали, я не знаю, тяжело сказать, кто первый пошёл, там люди, они люди, ну не важно, первобытный строй. Они использовали смолы, деревьев, коренья, зажигали их. Больше информации про Египет, про Индию, про Авицену, естественно. Ну вот может быть ты немножечко про Египет расскажешь, вот может быть там про Клеопатру. Если мы заявили, да, про женскую красоту, про женские крема, про очарования. Да, вот что там Клеопатра на себя обладала. Самое популярное, самое популярное, что многие слышали и знают, это Клеопатра. Она, наверное, одна из самых первых женщин, которая стала пользоваться именно эфирными маслами для красоты, не в качестве жертвоприношения или там окуривания помещения, а именно для того, чтобы наносить их на своё тело. Эти знаменитые ванны с молоком буйвола и с мёдом, это фантастика? Если сейчас мы возьмём с тобой ванну молока буйвола нальём, туда мёда набухаем. Сначала нужно буйвола поймать, потом его надоить. Буйволить, надоить, надоить буйвола. Буйвол надоить. Ладно, давай, а что-нибудь попроще известен, какой-нибудь рецепт Клеопатры, ну попроще, который можно применить в современном мире? Да, она пользовалась духами, она же царица была, она давала распоряжение, ей собирали определённый состав духов. Естественно, мы его не знаем, но я читала, что археологи нашли сосуд, предположительно, с тем же составом, которым она пользовалась. Полностью состав не восстановили, но... Частично хотя бы, ну... Ну, там преобладало масло ладана, масло мира, масло изопа, масло лаванды и, по-моему, розмарин, если я не ошибаюсь. Как такие вот культовые масла были. То, что там осталось, это уже были смолы, по большому счёту. Но полностью этот рецепт восстановить не удалось. Ещё есть замечательная легенда, когда она плыла навстречу своему возлюбленному, она приказала натереть паруса своего корабля лавандой. И когда она приближалась к острову, её приближение, ветер принёс вот эти вот замечательные запах лаванды. И там весь остров был просто в шоке. И все сразу знали, что вот царица... Все знали по запаху, что приближается царица. А вот ты упомянула смолы. И я вот знаю, что у тебя тут вот в пакетике вот лежит вот одна такая знаменитая смола, очень древняя смола. Вот расскажи, пожалуйста, об этом. Что это такое? Это смола ладана. Так. Я бессовестно пошла в церковь и купила. Да ладно! И купила! Мне просто было очень интересно, потому что я пользуюсь маслом ладана. Так, а вот это именно смола ладана, который вот воскуряют. Я не уверена, что именно с неё делается это масло, но одна из разновидностей это то, чем воскуряют именно в церкви. Да, действительно, такой запах интересный. Они не похожи, но когда я не... А вот это у тебя масло ладана. А это настоящее масло ладана. А дай для сравнения. Ну, смотри, как сравнивать. Ой, нет, слушай, это вообще два разных запаха получается. Вот смола всё-таки, она немножко по-другому пахнет. Ну, её нужно зажигать, она должна тлеть. А, понятно, то есть масло, оно вот так вот пахнет, а смолу нужно специальным образом ещё и поджечь. И поджечь. Слушай, очень интересно. Так, держи вот этот вот бутылёчек, вот этот вот возьми, куда мне кусочек ладана положить? Да, положи, положи, положи. Вообще очень интересно истории именно то, что происходило в библейские времена именно с маслами. Вот, допустим, что первое принесли Иисусу, волхвы? Да. Масло ладана, масло миры. Это тогда ценилось именно на вес золота. Это было самое дорогое, что можно было преподнести. Подарить, да. И Соломон, допустим, строил первый храм из дерева кедра. А дерево кедра и масло кедра – это масло мудрости. И есть даже такая легенда, что Иисуса распяли или на масле кедра, или на масле… На кресте, который был сделан из кедра. Или кедр, или кипарис. Как бы есть два мнения. Или на кедре, или на кипарисе его распяли. Очень символично. Да, и как бы это очень символично. Это очень много упоминаний в Библии, то, что касается масел, эфирных масел, фемианов, растений, трав. А вот давай мы немножко от библейских времен, мы немножко ближе к Средневековью сдвинемся. Вот всякие там арабские мудрецы. Что вот мы, поскольку на Востоке живем, давай вот… И поскольку я с Востока, поскольку я со Средней Азии. Да, вот давай расскажи нам, что там было после Клеопатры уже так. Поближе к нам давай чуть-чуть. Ну, это плюс-минус ближе к нам, ближе к нам. Это Авиценна, знаменитая Авиценна, Абу Алибин Сина. Химик, математик, врач. Он, по-моему, самый первый, который ввел это понятие. Ну, тогда это не называлось ароматерапией, это искусство траволечения, это больше было. И в его трудах больше 7500 упоминаний именно о травах и лекарственных растениях. Именно то, что касается природного происхождения растительного во всех его трудах. И он, судя по всему, был самый первый, который вообще ввел правильный образ жизни, питание, уход за своим телом, уход за своими мыслями, уход за тем, что ты вдыхаешь. Не то, что сейчас у нас новая диета, а это комплекс. То есть начиная с того, что входит через нос, что входит через рот, что даже входит в твои мысли. Конечно, это целостно пошло. Это вот, все это заложил Авиценна, как бы он это все исследовал, у него огромнейшее количество трудов. И вот на этом можно посвятить, наверное, полужизни изучая то, что он писал. И очень много он писал именно тоже и о травах, о маслах. О лекарственных травах. О лекарственных травах, как они именно влияют на наше эмоциональное, психологическое здоровье. Это очень интересно. Ну вот скажи кратенько, вот какое-нибудь что-нибудь из Авиценны, вот какая трава там для хорошего настроения, например? Розмарин. Розмарин на все случаи жизни. Можно в мясо покрошить, да? Можно маслице понюхать. Ты знаешь, смешно, не смешно, но я здесь приготовила рецепт одной венгерской королевы, которая основная составляющая масла розмарина. Так, подожди, до венгерской королевы мы еще с тобой дойдем. Давай мы прежде перейдем, так перескочим вот с востока, давай в Европу перескочим немножечко. И поговорим немножечко о том, что вообще вот происходило в Европе. Какие-то есть вот упоминания о том, как ухаживали за телом в средние века в Европе? Смотри, большой промежуток времени был между падением Римской империи и Европа была в плачевном состоянии. Ну, в какой-то же момент там они все-таки начали ухаживать за собой. Да, когда начал Марко Поло привозить путешественник и купец, начал привозить травки, приправы. Но он специи привозил, насколько я помню, он поставлял специи в Европу. Специи, травы привозил, арабские моряки, они привозили свои специи. И таким образом Европа начала знакомиться именно со специями, с травами. Опять-таки те же самые американские, господи. Да, Марко Поло, Марко Поло у нас. Арабские моряки передавали информацию, каким-то образом научились дистиллировать масла, перегонять те же самые специи в масла. И дамы в среднем вековье стали пользоваться неферными маслами, чуть-чуть меньше, чем афинянки, например. Но в разъезде с того, что нам говорили, и мы слышали, что они типа-таки грязнули, они мылись, ничего подобного они принимали. Не мылись, скверно пахли. Не мылись, скверно пахли, да. Вообще такие грязнули были. На самом деле это не так. Они использовали благовоние, эфирные масла. И в то время появился очень интересный такой сосуд. Он назывался памамдер. Я перевернула половину Израиля, чтобы найти его. Я подозреваю, что вот та вот штучка, это вот примерно... Это не именно такая, но... Ну да, потому что памамдер, он по-другому выглядел. Это же как с французского пом де амбре, то есть это вот яблоко, которое содержит запах амбре. Вот, и он там, я помню, он так открывался, как апельсинчик такой. Как апельсинчик или как гранатик, да. Да, и туда вот вкладывали... В каждую долечку вкладывались разные эфиры. И женщины, очень много именно репродукций картин, где знаменитые барышни стоят с этими кулонами большими. С такими кулончиками, а на самом деле это... Это памамдер. И они получают там, у кого голова болит, болезные свойства, масел они уже знали тогда. Да, я нашла аналог такой штуки. Так, 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 ну-ка покажи, это вот современный, более современный памамдер. А вот туда вот можно там что-то... А, там уже... Там опять ларом. Ты уже туда радостно напихал. Дай, слушай, дай попробовать. То есть вот это, в принципе, можно вот так вот туда вот что-то напихать. И вот тут даже есть вот дырочки. Что значит напихать? Накапать ароматы? Ну, хорошо, если у меня нет ароматов, я могу вот там кусочек смолы какой-нибудь ароматической, или травы какой-нибудь, розмарина того же вот натолкать туда. Можно положить, взять веточки розмарина, если я возьму. Ну, как бы если есть эфирное масло, что же мы будем туда? Ну, у нас по-средневековому так. Идёшь мимо так, на газоне розмарин растёт, мышь в Израиле, у нас тут кругом розмарин так сорвал, напихал, и вот так вот надо было тут... Можно ваточку ваточку положить, накапать, и у тебя в течение дня будет из этих дырочек, которые с краешку, выходить аромат эфиров. Вообще очень-очень интересная такая забавная штучка. Я ещё нашла вот такой вариант, но это как бы ближе к востоку. Ну, это не... Ну, это, наверное, вот для жидкости. Всё-таки раз тут такой вот кувшинчик, то туда уже, конечно, сухой листочек не напихаешь. Вот именно эфира накапываешь. А, тут ещё вот так вот палочка, типа этой палочкой. И потом раз так за ушкой. Да, да, духи наносить. Слушай, вообще совершенно потрясающе, очень интересно. Я знаю, сейчас вообще очень популярны вот такие вот глиняные всякие кувшинчики. Глиняные делают, деревянные делают, да? Лето делают. Слушай, вот потрясающая традиция живёт и не умирает. Это современные аромакулоны, получается, сейчас делают. Но на самом деле история их возникновения вот уходит корнями в Средние века. И вот знаменитый помандер... Помандер. 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 Да. Послушай, ну раз уж мы заговорили про Средние века, то, ну вот, нельзя не упомянуть о таком страшном явлении, как чума. И расскажи, вот, как применяли, вообще применяли ли какие-то травы, может быть, ну не для лечения, а для защиты от вот этой вот напасти. Знаменитая маска человек в клюве, птичья, это потрясающе. Что она из себя представляла? Вот расскажи, вот, доктора, почему они носили вот этот вот клюв? Вообще, вообще, очень, несколько вариантов этой истории, но сам факт, что четверо воров ходили, грабили дома, где были или больные люди, или уже которые умирали, и к ним это... Такие мародерствовали. Они в масках чумного доктора. И к ним эти заболевания не прилипали. Когда их поймали... Подожди, подожди, подожди. Когда их поймали, один из них был фармацевтом. Не аптекарем, а фармацевтом. Подожди, а в те времена что, фармацевты уже были? Ну как, фармацевт это тот, который занимается травками. Не обязательно, фармацевты не обязательно, как сейчас, фармацевт это тот, кто продает лекарства. Лекарства, да. А фармацевт, по большому счету, тот, кто изготавливает. То есть чувак знал, что делал. Да, что выяснилось. Он был фармацевтом, скажем так, ароматерапевтом, занимался травами. Он собрал сбор трав, которые защищали дыхательную систему от инфекций вирусов и бактерий, клал это все в клюв и защищал себя таким образом от всего, что происходило вокруг. То есть вот эта вот форма, вот этот вот клюв, это не просто так. Там были травы, там была смесь трав, которые он озаботал, которые защищали его дыхательную систему, его друзей, его подельников, скажем так. Защищали вот именно вот эти травы. Когда их поймали, их все-таки поймали, и у короля было единственное условие. Мы отпустим вас, но вы должны нам открыть секрет, почему вы не заразились. И на основе этих трав, этого сбора трав, уже сейчас, в наше время, составили смесь, которая называется «Настражи». Да что ты говоришь! С таким же содержанием, с такими же маслами, там входит розмарин, эвкалипт, дикий апельсин и корица. Всего-навсего четыре аромата, которые защищают вообще... Четыре или пять, я могу ошибаться. Ну, то есть суть в том, что... Суть в том, что сбор вот этих эфирных масел... Их сочетание. Это сочетание, бленд этих масел, он защищает организм от вирусов и от бактерий. Это получается по старинному, по этому рецепту, заместо трав, это сделали эфирными маслами, смешали, и сейчас мы можем этим пользоваться. Вернее, мы этим и пользуемся. Мы этим и пользуемся, да. Совершенно потрясающе. То есть вот традиция живёт. Я потом тебе покажу, у меня даже это с собой есть. Да что ты говоришь, ну, может, сейчас покажешь? Ну, раскрой секрет. Я тебе могу дать понюхать. Давай. Подожди, ну, это же надо смешивать как-то. Готовая смесь. Ну-ка. Готовая смесь. Серьёзно, прям? Сейчас, сейчас, секунду, секунду. Я её просто, чтобы... Что я пропустила? Да, вот пятый ингредиент. Эвкалипт, кинамон. А, это корица, да? Корица, корица я сказала. Розмарин. Апельсин. Нет, всё сказала. Нет, всё-таки ты... Ну, дай нюхнуть-то. Дай нюхнуть. Аккуратно капаем сюда. Ага. И дышим. Окей, сейчас, сейчас я так... Не в нос, как ты до передачи делала. Ну, ты меня уже научила. Вот я вот капнула. Бутылёк. Держи свой бутылёк. Теперь вот так вот я делаю. Вот так вот я делаю. На пульсовые точки. Ага. И теперь... Нет, нет. Ну, слушай, так вонюченько довольно. Ну, не вонюченько, а сильненько. Сильненько. Довольно вонюченько. Такая смесь... Вонюченько. Хорошо. Пусть будет вонюченько. Ну, слушай. Ну, нет, так довольно приятное, конечно. Ну, такой странный достаточно запах. Вот... Потому что там несколько масел. Несколько масел, и они... Тебе нужно было сначала просто дать попробовать их по отдельности. Вот, наверное, потому что... Чтобы ты протестировал их по отдельности. Да, как бы то, что они смешались уже, это такой достаточно странный-странный аромат. Слушай, ну, ладно, раз уж мы тут с тобой про ароматы заговорили, так давай... Нет, давай мы всё-таки сейчас сделаем небольшую рекламную паузу, а потом мы уже продолжим говорить про духи. Договорились. Хорошо. Договорились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот, мы снова в эфире, и давай, Света, продолжим. Вот я у тебя хотела спросить про возникновение жидких духов, то есть вот всё мы сейчас говорили о том, что вот это смола, о том, что это масло. А в какой момент возникли вообще духи вот в нашем современном понимании? Ну, это уже ближе 13-14 век. Ну вот эта вот знаменитая история про королеву, которая создала знаменитую, вот эта вот знаменитая вода венгерской королевы, которой вообще все пользовались практически до современного... А, ты эту историю имеешь в виду? Да-да-да-да, вот... Всё, я поняла, о чём ты имеешь в виду. Жила венгерская королева, она уже была относительно взрослая девушка, скажем так. Ну, взрослая, она уже была глубоко... Она девушка 70 лет от роду, с соответствующими заболеваниями, конечно, к сожалению. Мы бы сейчас сказали, что у неё был артроз. Так как она жила при монастыре, а монастыри в то время славились именно в выращивании трав и лекарством, они сделали ей настойку на розмарине и на тимьяне. Она принимала эту настойку, она обтирала тело и принимала вовнутрь. Не указывается, после какого промежутка времени, но она настолько изменилась... В лучшую сторону она изменилась. В лучшую сторону, конечно, она стала танцевать на балах, похорошела и помолодела. И стала танцевать на балах со своим артритом. Уже... Нет, артрит уже прошёл. А, даже артрит прошёл. Так. Что польский король в неё влюбился. И по этому составу назвали духи ароматические воды королевы Венгрии. Да-да-да, и она оставила записи. И она оставила записи. Ты знаешь, я извини, что я здесь бумажками трясу. Я где-то записывала, потому что это очень... Вот, я нашла. Да. Я, честно говоря, хотела попробовать сделать это с эсферными маслами, но не стала рисковать, потому что здесь в составе есть ваниль. Да. А натуральное масло ваниль, к сожалению, сейчас найти нельзя. Недоступно. Доступно. Это сумасшедшие деньги, и её практически не используют. Ну, кто-то из наших зрителей захочет сделать, давай, вот, если можно, озвучь рецепт этой... Рецепт молодости Елизаветы Венгерской. Так. Тридцать грамм листьев розмарина. Опять наш любимый розмарин. Розмарин, куда же без него. Тридцать грамм листьев лаванды вместе с цветками. Десять грамм листьев перечной мяты. Ну, пока все ингредиенты, слушай, такие доступные. Одна лимонная цедра, одна палочка корицы и палочка ванилья. На это мы всё смешиваем. Добавляем 60 грамм спирта. Спирта там сколько процентов? Не указано у них? Я не думаю, что тогда как-то это всё вообще определяли по процентам. Ну, как знать. 60 процентов спирта. Мусорит разбавляется в баночки, которая не пропускает цвет, убирает на 10 дней. То есть нужно это поместить в сосуд. В сосуд, который с тёмного стекла. Чтобы не попадали солнечные лучи, убираем в тенёчек на 10 дней. Смешиваем, встряхиваем периодически, процеживаем и, пожалуйста. И готовые духи. Туалетные воды. Туалетные воды тогда это называлось. Туалетная вода, это скорее всего будет. Ну, в общем, да, это получается первый аналог современной туалетной воды. Можно сказать и так. И, насколько я знаю, она просуществовала достаточно длительное время. Да, и очень пожилые девушки, которые при дворе, у них это было очень популярно. Ну, не только у пожилых. Она, в общем-то... Я не говорила про жилые, сказала, взрослые девушки. Эта туалетная вода дожила практически вот до современности, пока не сменил её знаменитая вода из Кёльна, Оде-Колон. То есть на смену вот этой венгерской воде пришёл Оде-Колон. Это уже действительно вот в нашем современном понимании туалетная вода. Да, я у тебя вот ещё что хотела спросить. Раз уж мы заговорили о женской красоте, о том, как ухаживать за лицом, за телом, может быть, есть какая-то литература, сохранились, может быть, какие-то исторические свидетельства о том, как женщины ухаживали. Ну, они же кроме этой туалетной воды, кроме запахов, они же что-то на себя, наверное, всё-таки мазали как-то. Вот есть что-то. Разумеется. Есть очень интересная книжка, перевод древнефранцузского, со старофранцузского, Горелико. Так называется «Закуска для короля, румяна для королевы». Я специально выписала рецепты. Ты знаешь, вот, честно говоря, нам очень повезло, что мы живём сейчас. Потому что это просто фонтан. Бальзам для волос. Это я сейчас читаю выдержки с этой книжки. Хорошо, давай, бальзам для волос. Слушайте внимательно, как нужно ухаживать за волосами, чтобы у вас были густые, красивые волосы. Вообще, подожди, я немножко отвлекусь. Я знаю, что в той книжке есть разные рецепты. Есть рецепт ухода за волосами, есть рецепты по выведению волос на других частях тела. Потому что там, как раз в этой книжке, там написано, что волосы у женщины должны быть только на голове. На голове. И на каких других участках тела. Так вот, сейчас нам Света расскажет, как вырастить на голове густые волосы. Там же есть еще рецепты, как сделать опять девственность. Да подожди, ты про девственность. Там просто, там кладезь. Подожди. Я сижу, читаю постоянно и удивляюсь это настолько. Особенно для нас сейчас, в наше время-то. Очень актуально. Но лучше, наверное, эти рецепты все-таки... Я про девственность не буду. Я про девственность не буду, обещаю. Мы про это отдельно поговорим. Бальзам для волос. Давай про бальзам для волос. Это все-таки так... Не так страшно. Как девственность восстанавливается. Не надо, Света. Так, так. Если зайчий желудок приготовить в миртовом масле... Подожди, стоп. Зайчий желудок. То есть нужно зайца... Бежишь, хватаешь зайца. Ага. Разделываешь его, вытаскиваешь... Желудок. Берешь миртовое масло. Я так рассказываю, как будто я этим занимаюсь каждый день. Ну, давай, давай. Берешь миртовое так... Готовишь его на миртовом... Подожди, его нужно сварить... Желудок. Или замочить. Ну, представляешь, зайчик маленький, желудок у него тоже маленький. Хорошо, желудок маленький. Вот. Я, правда, никогда зайчего желудка не видела, но... Ну, как бы, ну, я тоже... Окей, ну, да, с разъема на зайцу. Приготовить в миртовом масле на сковороде и намазать этим редеющие волосы. Они становятся крепкими и начинают расти. Как тебе этот рецепт? Совершенно... Представляете, зайца нет у меня под руками, понимаешь? Миртовое масло можно найти. Сейчас я тебе дам полегче рецепт. Полегче что-нибудь такое, да. Чтобы можно было приготовить из подручных материалов. Если свежим собачьим молоком помыть голову старухи, то седые волосы перестанут расти, а те, что стали седыми, окрасятся вновь. Слушай, ну это уже... Уже поближе, да? Во-первых, это актуально. Седые волосы, да. Вообще люди нынче... Подожди, сидеют рано. Но вот где же взять молоко с собаки-то? Ты понимаешь, сколько должно быть молоко у собаки? Я думаю, сколько молока это должно быть, чтобы это намазать всю голову. А если вот седина на всю голову? Ты представляешь, сколько же... Ну да много кормяешь. Кстати, это хорошая идея для заводчиков собак. Можно и на поток поставить. На поток, который давай. Слушай, давай сюда какой-нибудь более гуманный. У тебя есть там какой-нибудь более гуманный? Опять кровь зайца очищает лицо от свистнушек. Опять этот зайц... Опять бедный зайц. Теперь, подожди, слушай, желудок... А, нет, есть попроще. Красоту лица можно придать регулярно, намазывая его бычьим навозом. О! Нет, это не всё. Размоченном в уксусе и растёртым. Слушай, ну тоже просторится. Смотри, берёшь бычий навоз. Ну, выходишь так на поле, берёшь лепёшку на... Подожди, а как его отличать? Тебе нужно ещё разобраться как-то, где бычь, а где коровь, понимаешь? Тут же нужно именно бычий навоз, да? И в чём его там замочить нужно? Его нужно размочить в уксусе. Уксус, слушай, в любом супере продаётся. Дело за навозом! Дело за навозом! Осталось... Осталось выяснить, как отличить бычий навоз от коровьего, слушай. Я тебе говорю, это такие рецепты. Я сижу, читаю, думаю, господи, какое счастье, что мы живём в 20 веке, в 21, простите. Да, мы уже в 21-м, и уже экстракт бычьего навоза, наверное, уже разделён на составляющие химические элементы и, наверное, воспроизводится. Слушай, ну... Ну вот есть более-менее нормальное избавление от морщин. Вот от морщин. Возьми гладиолус. О, гладиолус. Пишем из него сок и этим соком намажь лицо с вечера, а поутру кожа зашелушится. Судя по всему, гладиолус как-то... Слушай, он, наверное... Я никогда гладиолус на лицо не мазала, но они пишут, что лицо должно зашелушиться. Слушай, если за ночь, вся кожа с лица с лица... И полопается. И тут следует применить средство, для которого берут корень лилии, и кожу, промытая после отшелушивания, будет казаться очень гладкой. Вообще, сначала гладиолус, когда всё это слезло, ты потом лилию. И на это лилию. Вообще, потрясающе. Я тебе говорю, это вообще... Это настолько интересно. Ты просто читаешь и погружаешься в ту атмосферу. Ну, вообще, конечно, с современной точки зрения, так довольно это... Странные, странные рецепты, но на самом деле я тоже очень люблю эту книжку, и всем рекомендую очень почитать. Она называется «Закуска для короля» и «Румяна для королевы». И мы со Светой сейчас говорили только о третьей части этой книги, вот именно о «Румяна для королевы». То, что касается женской красоты. Да, первая часть – это рецепты приготовления пищи. А мы сейчас с тобой говорили именно о третьей части этой книги, в которой рассказывается о том, как беречь женское здоровье. Есть там такие рецепты. Там, кстати, мужское тоже есть. Там есть, как лечить ногти, там, ожирение. Ну, не только ногти, остальные все мужские органы. Ну, в основном рецепты, да, там касаются именно женские. Ну, вообще, насколько я помню, там про ногти-то мало, там, типа, если посинеет, слезет, так его там чем-то надо намазать, чтобы новый ноготь вырос. То есть там нет ухода за ногтями в нашем понимании, там нет все-таки ухода за ногтями. Это какая-то адская машина. Ну, странные, странные там рецепты, да. В общем, это любопытно очень почитать, сравнить с тем, что есть сейчас, и насколько вот вообще изменилась косметология, начиная со Средневековья. Ну, вообще, я, конечно, хочу заметить, что в основном вот эти вот все книжки, они в Средние века писались мужчинами, потому что в монастырях монахами писались. И, в общем-то, мужчины, ну, наверное, не очень все-таки были в курсе того, что происходит. И они до преломления через их взгляд на все это писалось однозначно. Да, но, в общем, тем не менее, действительно есть там какие-то упоминания и о травах, и о том, как эти масла применять. Вот, и, в общем, может быть, мы так уже к сегодняшнему дню немножечко... К нашим временам приблизимся. К нашим временам приблизимся. Вот, скажи, пожалуйста, если мы говорим о том, как раньше извлекали запах из трав. Вот, в принципе, в современном мире тоже можно сделать вот этот вот экстрактор, как-то это же вот можно все вот... Дистиллятор. Дистиллятор, вот, дистиллятор, да, правильно, спасибо. Ну, конечно. Вот расскажи, как это вообще делается. Нет, смотри, для этого нужен специальный дистиллятор, который перегоняет, это есть несколько способов дистилляции, я в это не влазила. То есть ты сама не пробовала это? Я попробовала, ну, как бы на своей заре, я попробовала делать масло розы, глупенькое, знаешь, такое. Так, так, так. Я взяла оливковое масло, собрала много-много, ну, много-много в пол-литровую банку лепестков розы, залила, там, перемешивала, но это, на самом деле, ну, это ни о чем. Как бы, во-первых, это очень долго, это трудоемко, и все равно в итоге ты не получаешь масло розы, потому что... А что же у тебя получилось в результате? Ну, хорошее такое масло, которое пахнет розочкой. А, оливковое масло, которое... Все-таки, но все-таки оно пахло розами. Оно пахло, но свойство розового масла у него было минимальное, потому что не было этого процесса дистиллятора. На самом деле, я решила для себя, что это не мое. Если я могу купить хорошее, готовое масло, почему я буду переливанием заниматься? Ради эксперимента было интересно, да, попробовать, но на выходе овчинговые выделки не стоят. Послушай, а скажи, а вообще, чем отличается вот эфирное масло от ароматического масла? То есть вот в магазине, ну, можно же сейчас пойти и купить это розовое масло. В магазине оно достаточно дешево стоит, почему нельзя это сделать? Что ты так загадочно улыбаешься? Ты знаешь, я тоже была в шоке, когда я узнала сначала, сколько стоит настоящее масло, настоящие розы. Она стоит больше 200 долларов. И я была в шоке... Слушай, да в любом магазине там буквально за копейки. Я не могла понять, а что это такое? Вот здесь вот в Би я видела 10 человек или масло розы. Товарищи, вы что, очень дороговато. И я стала изучать, потому что, смотри, во-первых, я всегда с этим маслами была. Я покупала Найхерб вообще всегда. И я была уверена, что это самое чистое, самое натуральное, самое проверенное масло. Так откуда же вот эта вот цена, там, 200 долларов за такой бутылечек? Вот. А потом так получилось, что я познакомилась с маслом Ладана из фирмы Дотерра. И я не могла понять, откуда такие цены. Цены, да. Почему такие цены, почему так дорого? Возьмём, допустим, масло Ладана. Оно живёт... Басвелия ещё называется. Это дерево Басвелии. Басвелия, оно произрастает в Сомали. Оно растёт очень высоко в горах. Каким образом? Это смола. Это смола. Разрезается дерево, вытекает смола, и эту смолу собирают. До этого дерева нужно долезть. Это пустыня. Это очень трудоёмко. Во-первых, поделать его легче, потому что в лабораторных условиях не так затратно сделать, допустим, это масло, чем его собрать, переработать, провести и упаковать. То есть современная химия научилась синтезировать все эти запахи? Это получается намного дешевле. Я немножечко хотела рассказать, мы всё бегаем о аромотерапии, не о аромотерапии, я хотела рассказать, каким образом работает наша лимбическая система. Это одна из самых древних систем в нашем организме. Мы вдыхаем, все запахи, которые мы вдыхаем, неважно, что это, они попадают в лимбическую систему. Проходят по всем выделительным каналам, полностью по всей нашей системе и выходят. Это то, что касается натуральных ароматов. Если мы, допустим, вдыхаем экономику, извини, она также проходит по всем нашим системам, но она не выводится. Синтетические запахи остаются и оседают в организме. Это научно доказано, это не я придумала. Это на самом деле проводили исследования. Ты хочешь сказать, что то, что мы имеем в магазине, бутылечек за 10 шекелей, это, скорее всего, будет синтетический аромат, который не то, что внутрь принимать, его даже нюхать не рекомендуется. Честно говоря, те масла, которыми я раньше пользовалась, я сначала хотела помыть ими полы, а потом как-то не стала рисковать, я просто выкинула. Я ничего не хочу сказать ни против кого. Это мой выбор, это моё решение, я этим не пользуюсь. Послушай, давай вернёмся к розовому маслу. Вот мне любопытно, вот всё-таки, ну, хочется вот мне сделать настоящее розовое масло. Ну, расскажи, вот как мне сделать настоящее розовое масло? Прийти ко мне, я тебя зарегистрирую. Ну, хорошо, нет, ну, пожалуйста, раскрою вот секрет, как это вот делалось раньше, в средние века. Сколько нужно было собрать роз? Вот сейчас для того, чтобы произвести килограмм масла розы, нужно собрать 4 тонны лепестков. 4 тонны лепестков роз. То есть это нужно, я не знаю, сколько плантаций розовых. В Болгарии огромные плантации. И вот там вот именно делают это масло по старинным технологиям, они собирают эти лепестки. Они собирают, причём ты знаешь, что очень важно для меня тоже было, чтобы именно место прирастания растения и место производства находились насколько можно ближе. Чтобы именно процесс отрезали, привезли на фабрику, занимало как можно меньше времени. А почему так важно, чтобы фабрика была в непосредственной близости от произрастания этих растений? Я, например, вот в Болгарии там розы вырастила, упаковала, отправила их в Китай. Там мне очень дёшево и хорошо всё сделали. Почему нельзя такое сделать? И когда мы только срезаем, допустим, срезаем ту же самую лаванду, эфиры. Что такое эфиры? Эфиры – это душа растений. Мы срезали, душа потихоньку уходит с растений. Запах сразу начинает испаряться. Эфир испаряется. Мы собрали, допустим, лаванду в Болгарии, отправили её в Россию. Пока Мистан по дороге ехал, приезжает эта травка, что там остаётся? Травка. Запаха уже там нет. Остаётся травка. И вот этот процесс, чтобы было всё, что это находилось именно рядом. Как бы Дутерра именно этим, одно из потрясающих качеств, что они… У них производство рядом с плантациями этих растений. Они строят фабрики именно там, где произрастают растения. Ну, я вот всё-таки хочу тебя вернуть к мысли о пять розов. Так вот, почему же тогда вот в магазине столько вот этих вот аромамасел? Как не потеряться? Вот если вот я не знаю ни названий фирм, ничего, на что мне ориентироваться? Во-первых, там должно быть, на масле должно быть написано, что оно прошло проверки, ступенчатые проверки. Для меня важный показатель, что это масло можно употреблять вовнутрь. Внутрь. То есть это масло, если оно правильно сделано, если оно натурально и сделано по правильной технологии, его можно спокойно съесть. Его можно принимать вовнутрь. Я тебе больше скажу, в Израиле есть, на этих маслах есть кашрут. Да, что ты говоришь. Вот давай на этой оптимистичной ноте мы сейчас с тобой остановимся и сделаем ещё одну маленькую паузу, а потом продолжим. Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас, быть свободными, нам не стать с вами. Вы себя крестили старшими, нам не младшими, да не вашими. Вас так много, жаль, безликие, вы огромные. Мы великие. А вы жмёте, вы всё умаетесь, свою завистью и подавитесь. Соль особого, не знакомое, вы все с детства, тени закованы. У вас дома молчанье золото, а у нас жгут коктейли ботово. Да у нас сердце кровь горячая. Что ж бедна, зародня не прячая. А у нас всех глаза бесстрашные, без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми, все у снайперов под прицелами. Повзрослели и стали смелыми, все у снайперов под прицелами. Повзрослели и стали смелыми, все у снайперов под прицелами. Повзрослели и стали смелыми, все у снайперов под прицелами. Повзрослели и стали смелыми, все у снайперов под прицелами. Ну вот, мы снова вернулись в эфир. И раз уж мы заговорили о современных эфирных маслах, давай мы... У нас осталось немножечко времени до конца передачи. Давай вот ты расскажешь о том, что еще вот тут вот стоит на столе. Немножечко подробнее расскажи, особенно вот о том, что у тебя вот в этой вот зеленой коробочке. Что там у тебя за волшебная такая зеленая коробочка? Смотри, я считаю, что эта волшебная зеленая коробочка должна быть у каждого дома. Потому что она заменяет 80% бытовой химии и фармакологии. Пусть меня все простят, кто это любит. Мне. Опять-таки я говорю свое мнение и то, чем я пользуюсь. Здесь у нас есть 10 масел. Ты расскажи о том, что входит в эту коробочку. Что это за волшебные 10 масел? Ладан, о котором я сегодня в супе. Тот же ладан. Тот же ладан. Всю передачу я про ладан. Лимон. Бодрость. У меня утро начинается с капельки лимона. Причем капля на полтора литра воды. Это настолько концентрировано и чистое. Одна капля лимона на полтора литра воды. У меня так начинается утро. То есть это не то, что мы вот сюда вот капнули, вот тут вот немножечко водички налили. Мы вообще просто так капнули, потому что такие масла не капаются. Ага. Их не капают. А, то есть вот то, что у тебя... У нас есть специальные диффузоры, которые набираются в него воду, и они увлажняют помещение и... Ароматизируют. Ароматизируют, соответственно. Ладан, лимон, чайное дерево. Это, я думаю, что все знают, что такое чайное дерево. Ароматизируют, антисептик, против грибков, против паразитов. Лаванда, испокоительная. Это известно. Масло орегано. Я хочу... Орегано. Что это такое масло орегано? Это масло душица. Пожалуйста, не суй в нос, как ты это обычно делаешь. Не надо. Это очень горячее масло. А как его нужно нюхать? Ты вот так вот уже почувствуешь. Вот так вот. Не суй в нос. Ой, да, слушай запах. Это душица. Это душица. Это очень горячее масло. Орегано – это душица. Это душица. Причем я его добавляю в свои салаты, в заправки. Капелька орегано на 300. На 300 миллиграмм оливкового масла. Ты делаешь салат, и ты как будто в Италии. То есть можно взять бутылочку оливкового масла. Смотри, концентрация масла. Капнуть туда одну капельку. Одна капля на 300 миллиграмм масла. И в салат. И в салат. Смотри, можно добавить еще лимончик туда. Можно добавить лайм. Сделать такой микс салатовый. Приятно, вкусно, очень полезно. Да, очень интересно. Он гарту уже нюхал. Это смесь, про которую мы рассказывали. А, это вот, которая из трав, которые входили в маску чумного доктора. Да, 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 да. Так. Мята. Мята, обычная, обычная перечная мята. Обычная перечная волшебная мята. Я все лето в маску. Я не выходила без нее из дома. Я на маску капала. Мята ушла. Я плохо переношу жару. На затылок. Потрясающе. Это как будто в Африке. Не в Африке. Как будто в интерктиде такая прохлада. Это все в этой коробочке. Смесь масел дыхания. Что такое смесь масел дыхания? Дыхание. Здесь находится несколько масел, которые улучшают работу дыхательной системы. Ты можешь попробовать на себе понюхать. Слушай, я уже тут столько всего обнюхалась. Да, тебе будет сегодня хорошо стасся. Очень. Ты будешь хорошо спать. Слушай, ну это тоже такой резкий запах, очень свежий, но достаточно резкий запах. Так интересно, почему ты так реагируешь? Я тебе потом тест сделаю на ароматест. Я тебе сделаю. Потому что мне все запахи резкие. Ты очень интересно реагируешь даже на самые нежные запахи. Безобидные запахи. А мне они все кажутся очень-очень резкими. Я себе сделаю аматест, и мы проверим, почему. Подожди. Но вот про эту вот дыхательную. Это смесь. Это респираторная дыхательная смесь масел, которая улучшает работу дыхательной системы. То есть, если вот, допустим, там зимой нос заложен… Мы наносим на стопы, разбавляем… То есть, это не надо дышать этим? Этим можно дышать. Этим делают массаж. Можно наносим на стопы, разбавляя с базовым маслом, наносим на грудную клетку. У нее очень много… То же самое, как и в угад. А базовое масло – это, допустим, масло вишневых костей, виноградных косточек. Масло жижаба, масло виноградных косточек. Я очень люблю масло рисовое масло. Оно очень нежное такое, оно абсолютно легкое. Оно не такое густое, как оливковое И у него запаха нет, оно не доминантное В него можно разбавлять любое масло Кокосовое масло Но оно же с достаточно выраженным запахом Обыкновенное кокосовое Да, в дутере есть кокосовое масло Которое даже не застывает Даже не застывает Ну подожди, оно же при 26 градусах Оно начинает вращаться в такое белое Они убрали все жиры, оно безжиренное Оно не застывает И вот его мы используем как базовое масло В него добавляем Капельку Допустим, вот этой дыхательной Смеси Наносим на грудь или на спину И уже даже как профилактика Даже как профилактика А можно маленьким детям, допустим После двух лет Опять-таки смотри, когда мы присоединяем Кому будет интересно, любой вопрос, пожалуйста, пишите Я есть в инстаграме, в телефоне Где меня только нет Когда мы присоединяем Вступаем в дутеру У нас есть обучающие курсы Где от начала И до конца Объясняют, как с маслами пользуются С какого возраста Какая дозировка У нас есть курсы Человек не остается один Один с этими маслами Никогда Во всяком случае Не в моей команде Ты всегда поможешь Подскажешь Со мной Только со мной Хорошо Человек идет со мной рядом Две бутылочки Вот расскажи еще быстренько Про те две бутылочки Что это? Смесь опять-таки масла Ди-блю Ее очень любят спортсмены Сейчас тебе опять будет По-моему Я уже обнюхалась Давай мне уже хватит Не, а вот это тебе будет точно вонять Нет, ну просто как ты реагируешь На то, что пахнет прекрасно Тебе воняет А вот что вот это? Да, это вообще невкусно Это камфора Я же тебе говорю Хорошо, давай последнюю Подожди, я не сказала Это смесь масел Обезболивающая Когда есть проблемы с коленками Неважно Любая боль Любая боль Смесь антиболь И вот это у нас называется Дайджет-цен Спаситель животиков Газы В общем, все любые проблемы Все проблемы с животом Одна капелька на животик Массажик Через пять минут И красота Слушай, в общем Я считаю, что вот эта волшебная зеленая коробочка Должна быть у всех дома В каждом доме она должна быть Что-то ты вот об этих вот четырех маслах Еще хочешь рассказать Которые не вошли в твою волшебную коробочку Вообще-то у меня их уже около сорока дома Но сегодня ты вот почему-то выбрала вот эти Видимо, они твои самые любимые Я хотела тебе показать Дать понюхать масло капайбы То, что, которое тоже Капайба Чего, простите? Капайба И она наравне с ладаном Очень мощное масло Там больше четырех тысяч Химических элементов Я так часто нюхну Его даже можно вовнутрь Ну, оно абсолютно такое Оно недоминантное вообще Да, странный запах Оно недоминантное И к нему нужно привыкнуть Капайба Это бергамот Ау, бергамот Я люблю бергамот Бергамот Это вкусняшка Масло антистрах А-а-а-а Я перед интервью Вся в бергамоте Ну ладно, ты не выдавай Я ж переживаю Не передаю А вот это что? Я ж не могу так сказать Это у нас кипарис Кипарис и дикий апельсин Да, дикий апельсин Это для настроения И для плавной речи И для плавной речи И для прекрасного настроения Ну, в общем, Света Ты сегодня нас уже вылечила И настроение у нас уже прекрасное И, к сожалению, нам уже пора завершать передачу Я просто хочу сказать, что Во-первых, хочу тебя поблагодарить Что ты сегодня пришла Рассказала нам и о средневековых рецептах И о современных рецептах И если кому-то интересно То вы всегда знаете, к кому обратиться Вот у нас большой специалист Светлана Плештиева И ее страничка в Фейсбуке В телегаме, в Инстаграме Везде, где хотите, там вы ее найдете И с вами, как всегда, в среду вечером С вами была я, Елена Мельник И моя передача «Вперед в прошлое» В которой мы рассказываем о разных Средневековых исследованиях, открытиях И вообще о средневековой реконструкции в Израиле И эту программу вы можете смотреть каждую среду В прямом эфире на канале Арт-Холл Тель-Авив Через несколько дней эта программа Будет доступна также на Ютьюбе И, в общем, смотрите нас Ставьте нам лайки Рассказывайте всем своим знакомым О наших передачах И оставайтесь с нами На завтра ты не хочешь никого позвать? На завтра, да Вот Светочка мне напоминает Что завтра у нас фестиваль Большой рыцарский фестиваль в Петахтикве И там мы танцуем Мы будем танцевать Да, приходите танцевать с нами С нашей группой исторических танцев Под названием «Ладанца Морэска» Спасибо, что ты мне напомнила Я все время забываю про свои танцы На свои танцы забываю пригласить Так вот сегодня, благодаря Свете я вспомнила И приходите завтра в Петахтикву Петахтиква Это будет проходить по адресу Жаботинский 114 или Арьешенкар 1 Там такой зал на улице Как бы не зал А, в общем, на улице такое вот место Для разных торжеств Называется Одель И я вас всех приглашаю туда прийти Билеты можно заказать в интернете Найдете или через мою группу «Ладанца Морэска» Или через страничку «МФС» Спортивный зал Заказывайте билеты Приходите И мы всех вас ждем завтра Спасибо огромное Было очень интересно А мне как было интересно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...